здравствуйте дорогие друзья всех кто болеет гортензиями и хочет их размножить конечно мы хотим вывести идеальную формулу размножения метельчатой гортензии так как я пробую разные способы способами показала вам обрезку осеннюю хотя я не использую осеннюю обрезку метельчатой гортензии но те кто пользуется тоже можно черенковать гортензии посмотрите нарезала ну я это буду делать внутри теплицы парник у меня поликарбонатный парник внутри с краюшку где не так попадает солнечные лучи по весне вот у меня нашла такой уголочек в парнике и на улице в прошлом году я это делала у меня есть результат прикреплю ниже результат и как бы работа над ошибками какие сделала я выводы смотрите ну первое просто взрыхлила перед этим полила землю сегодня я ее взрыхлила чтобы она была у меня видите такая просто просто рыхлая слегка добавила кислого торфа рядышком просто был перемешала но я думаю что это не обязательно вот и нарезала черенки это пол арбер с двумя парами с двумя узлами эти вот узел и вот узел у полярного медведя моего не очень большие такие междоузли в прошлом году я брала ванилу фрайс так там вот такие больше 5 больше 20 сантиметров были даже междоузли какие-то такие длинные ну вот два у меня будет варианта смотрите с двумя парами почек с одной парой почек и что буду делать и в общем пятилитровая бутылка закрывать мы ее не будем они у меня многоразовые поэтому весной не такие будут палящие лучи они где-то такие за ну вот за 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 запудренные посмотрите черенок какой ну сверху где-то пол сантиметра тут я беру побольше сантиметра наверное 3 3 4 видите больше и как бы такое условие ну раз корневин взяла значит а пудрю в корневин но это тоже не обязательно сейчас и опускать нужно до буквально вот утапливаем да вот этого до этих почечек значит сейчас много не буду я под эту вот важное самое условие чтобы мы опустили до этих до этих почек потому что идет весной укоренение укоренение не сейчас идет осенью а это как бы способ такой же сохранения идет укоренение весной но на некоторых черенках они дают на стволике корни а некоторые прямо вот от этой почки вот почка которая да вот отсюда они дают корешочки вот поэтому то что я брала с длинные такие междоузлия было нецелесообразно вся эта палка оставалась а корни выходили с верхней с верхней этой почки но то что оставалось у меня выше вот если была эта веточка и она не была утоплена все они тут пошли в рост но они завяли теперь смотрите некоторые говорят некоторые хотят чтобы сейчас корни пустили корни сейчас они не пустят посмотрите это череночки как я говорю это сейчас старички эти старички набрали силы у себя у них там какие-то процессы идут и сейчас осень они просто будут спать у растений понимаете у них идет вот эта фаза какая-то их развития год год завершается это старичок но этот старичок нам даст питание вот стволик даст питание толчок новым этим побегом поэтому и это произойдет только весной вот поэтому тоже некоторые говорят и зеленые поставили как вы показывали ничего не получается потому что сейчас и не получится это осень вот эти вот на одну почку в общем сейчас все вот это поставлю тут у меня я взяла полярный медведь на две почки на одну почку и ванилла фрайс на одну почку сейчас это вот все я сделаю дальше покажу чтобы не затягивать вот смотрите что получилось все с одной парой почек прямо до вот этой до верхней углубила ну до этой почки и с двумя парами почек прям углубила до этого и очень вот так вот и хорошо вот так вот втыкаем эту бутылку вот чтобы там ничего не проходило но не закрываем пробку и тут также это у меня с одной парой почек подписала и что будет ну и тут я уже поставила ванилу и смотрите ничего в условиях моих белоруссии я говорю могут быть разные условия но вы продумайте вот посмотрите шапки белого медведя вот вы можно вот так вот это утеплить сверху засыпать и это уже будет большая такая воздушная прослойка весной вы все вот это убрали и посмотрим какие будут корешочки поливать весной уже вокруг ничего туда не надо можно слегка будет обрызгивать если очень сухая земля вокруг слегка вот пролили и вообще вот это не снимаем до июня я прикреплю ролик покажу вам покажу вам какой результат но там так получилось что помидоры у меня выросли я к ним не могла пролизать не могла подым пополивать водой поэтому результат ну черенков было много но получился результат небольшой но сейчас я уже сделала работу над помылками над ошибками вот и ближе ближе сюда уже не буду засаживать никаких помидор ничего чтобы можно было к ним подойти и точно также делаем на улице некоторые же понимаете мы срезаем под куст также воткнули и под кустом получается я думаю что когда-нибудь мы каждый для себя выберем ту формулу которая от нас много труда не по не 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 много затрат не потребует результат будет хороший значит также на улице лишь бы только не снесло ветром вот ваше это укрытие как-то зафиксировали можно сверху укрывным материалом вот так вот сделали под бутылку и укрывным материалом все это на зиму а снег будет самое лучшее укрытие в общем на улице я не буду показывать и сейчас у нас еще в беларуси допустим октябрь еще у нас 12 градусов тепла это я могу делать у себя еще пока копается земля пока копается земля еще до ноября я еще уберу все в теплице уберу на улице место и это буду делать поздно поэтому не боимся есть же такая подсловица под лежачий камень не вода не идет без труда не выловишь и рыбки из пруда да и поэтому экспериментируем и когда-нибудь у нас получится тот идеально наш именно результат в общем хорошего вам черенкования и до новых встреч